Проблемы человека, решившего обзавестись новой квартирой, явно не заканчиваются после сбора необходимой суммы денег. Выбор у нынешнего покупателя новостроек простой и одновременно сложный. Есть кирпичные, монолитные дома, существуют еще и панельные. При этом, каждая технология строительства прошла свою дорогу. Однако, какой тип дома лучше, до сих пор не ясно. Вместе с нашим экспертом попытаемся разобраться в этом вопросе. Сегодня на рынке недвижимого имущества существует три принятых типа строительства домов – кирпичные, панельные и монолитные. И у каждого из них есть свои объективные плюсы и минусы, хорошо известные самим строителям, но, к сожалению, практически незнакомые большинству населения. Тем более, многие даже не знают, что цена квадратного метра в том или ином доме напрямую зависит от типа самого строения. Есть иерархия затрат на строительство. И, соответственно, от иерархии затрат на строительство и существует рыночная стоимость объектов. Самое дешевое – это панельное строительство. Оно и дешевое по затратам, и, соответственно, стоимость метра квадратного там самая низкая. Потом в следующем идет кирпичное строительство, и, соответственно, монолитное строительство на третьем месте стоит. Оно самое, скажем, высокотехнологичное, самое затратное, но и самое качественное. Монолитные дома становятся преобладающим типом на современном рынке недвижимости. Это строительная технология, при которой жидкая бетонная масса попадает в опалубку, и стена получается сплошной без единого шва. Это, конечно, не единственный плюс таких домов. Если мы говорим про монолитное строительство, почему оно более качественное? Причина вся в том, что, во-первых, монолитные дома не дают усадки. Они находятся на бетонной подушке, которая не дает усадки, и, соответственно, никаких трещин в стенах, никаких промерзаний практически у монолитного не существует. Потом монолитные дома имеют свойство бетона, который был не так давно открыт, то, что чем дольше монолит стоит, и бетон сохнет, бетонный раствор высыхает, тем более прочным он становится. И, соответственно, долговечность таких домов увеличивается, то есть они более 100 лет могут простоять, и люди вполне себя комфортно в них будут ощущать. Далее, повышенная шумоизоляция у монолитных домов, то есть в отличие от кирпичных, шумоизоляция монолиток более высокого качества. Соответственно, панельные – это менее шумоизолированные дома. В панели можно на девятом этаже услышать то, что происходит на первом. Монолитное строительство причисляется к элитному жилью, соответственно, цена на квадратный метр будет гораздо выше. Также придется заплатить и за начальную отделку. В таких квартирах, как правило, нет электрической разводки, напольных покрытий, сантехники, дверей, поэтому даже черновая отделка квартиры в монолитном доме может обойтись в копеечку. Кроме того, порой нет и внутренних стен. Однако это можно считать и плюсом, поскольку планировку можно сделать самостоятельно на свой вкус. Кирпичный дом тоже достаточно теплый дом, но он, скажем, также дает усадку, также у него повышенная шумоизоляция, также неудобство доставляет то, что в отличие от монолитного необходимо делать бетонную стяжку пола. Соответственно, здесь уже проблема с тем, что межэтажные перекрытия, которые в основном делаются из железобетонных плит, они имеют зазоры, имеют трещины, провисание определенных этих плит иногда происходит. Соответственно, если плиты не отлежались и не высохли достаточно перед укладкой, бывает очень часто перепад высот существенный. Панельные дома, конечно, дешевле. Они чаще всего строятся в спальных районах города далеко от центра и крупных торговых павильонов. Если вы задумали осуществить перепланировку, то можно сразу отказаться от такой идеи, поскольку стены панельных домов являются несущими. Повредив одну, вся постройка может сложиться, как карточный домик. Панельные дома, это самые дешевые дома, они промерзают гораздо больше, то есть их надо дополнительно утеплять, и в большинстве своем на сегодняшний день дополнительное утепление производится у них. Соответственно, самый, скажем, низкий уровень шумоизоляции в этих домах, ну и, скажем, такое пребывание не сказать, что слишком комфортное у них. Следует иметь в виду, что если при проведении, допустим, есть у вас кирпичный дом, то вероятности провести перепланировку в кирпичном доме гораздо больше, чем в панельном. В панельном вы не имеете права практически ни одну стенку трогать. Нет плохих домов. Если вы решили купить новую квартиру, то следует просто взвесить все плюсы и минусы каждого типа строительства, посмотреть различные варианты, и тогда уже сделать свой выбор. Рынок недвижимости дает возможность выбора. Если вас еще терзают сомнения, в каком доме купить жилье, поговорите с грамотными риэлторами. Соберите как можно больше информации о той или иной постройке. Чем больше у вас сведений, тем легче будет сделать выбор. О недвижимости поговорим на следующей неделе. Пока!